сегодня мы находимся еще на одном нашем объекте это спа комплекс какая ставилась цель во-первых вместить его на то место которое было на участке потому что дом уже давно люди живут давно и самое главное это второй наш объект который построен по технологии фактор мы немножко сделали по классической технологии ну здесь например окна безрамно не вставлены прям столбы но так как это творческий процесс и в нем принимал участие только наша компания но и хозяева дома хозяйка принимала участие в разработке интерьера хозяин занимался вопросами техническими то есть строительство подвал он тоже имеет стройки серьезные отношения и у нас получился пожалуй один из немногих таких тандемов с хозяевами которые дали вот этот результат что есть по моему неплохо вписался он не доминирует над над домом он стоит в правильном месте но как он устроен внутри все его удобства все и прикола которые появились в процессе мы еще была цель оставить всю силовую конструкцию в интерьере то есть там может быть некий хаос но этот хаос технический давайте подойдем и посмотрим попросим на всю хозяйку этого спа-комплекса рассказать и показать нам я расскажу немножко технических вещах почему так почему это как это строилось что это делалось она себя нам расскажет что кончатки получили пойдемте ну во первых вот видите сразу какая зона да то есть долго думали конечном итоге как организовать зону барбекю и не знаю будет она им или в таком виде или в каком-то другом но вы знаете хозяин этого дома он потрясающе готовит гриль мы обязательно попросим что не сделать под камеру рассказать поэтому для нас всех это крайне важно вот это место и она так оживляет вход пока что до конца еще не продумано как это будет сделано есть разные варианты мы обязательно зону гриле снимем когда она будет готова уже в полностью готовом виде но пока она такая по моему тоже мило давайте напросимся в гости пускай нам настя расскажет о своем доме привет это настя это самая красивая самая умная женщина нашего поселка ну что смотрите здесь максимально задача была не ограничивать пространство смотрите все открыто даже где парная там сделано ниши здесь есть туалет он стоит никому не мешая здесь есть уже зона насти она прекрасно кулинар и и кухня и зал есть парная это крупными мазками единственное что хотел бы я услышать от насти пашля не принимал участие в разработке дизайна это хозяйка делала имя я в этом уверен что получилось очень здорово подбор цветов подбор балок подбор мебели отделки стен этого камина что все это ее задачи пускай нам расскажет нас расскажи в двух словах как хозяйка у нас большая семья и у нас много друзей и у друзей много детей и всегда собираются компании конечно мы хотели все сезонный бассейн но нам было этого недостаточно нам нужно было пространство в котором мы могли бы принимать большие компании наших друзей и если какие-то маленькие детки остаются спать в большом доме то мы бы здесь шумели себе да сделали что нам нужно никому бы не мешали сейчас мы с вами находимся вот именно в этом пространстве где живет много счастья и радости куда люди с удовольствием приезжают получают наслаждение каждый раз говорят что какие бы загородные отели они не приезжали а у нас все равно лучше я вот смотрю да казалось бы вот какой-то немножко такой строительный хаус на сколько споров было помнишь закрывать не закрывать вот этот потолок антон настоял его оставить и дешевле кого такого не да и действительно опорщит эту балка мы добавляли и добавляли чтобы именно над столом и как она в тему уместила по конструктиву хочу немножко по по конструктиву здесь в отличие от классического фахверка нет ни никаких элементов стягивающих на металле потому что я первых не очень люблю когда металл присутствуют в конструкции нам хотелось сделать так чтобы все соединения были естественные то есть если это какой-то пасту это дерево входит один элемент другой элемент стягивали столько между собой это было сложно сделать но в итоге нам это удалось ну давайте немножко острых вопросов то что всем нужно поделиться опытом все таки какая баня должна быть кто-то считает что должна быть куча диванов кто-то считает что должен быть стол лично я думал что диваны нужны но когда я часто прихожу в эту баню в гости я понял что наверное нет все таки за столом русские традиции более сильны собираться проще мы хотели конечно больше стол мы поставили сюда очень удобные стулья видите они вот такие вращающиеся и люди так комфортно себя здесь чувствуют выходя а я никогда не замечала не за нами не за нашими друзьями желание прямо валяться на диванах возможно у нас это еще в будущем но на данный момент мы комфортно здесь размещаемся именно таком не перегруженном интерьере смотрите парная небольшая пара небольшая но крайне удобно здесь есть душ естественно есть сама парная смотрите как она кстати был очень большой спор по части поменьше побольше конечном итоге но скажем так мы настояли на том чтобы все-таки сделали нормального размера чтобы она не была совсем маленькой вот я не чистые ботинки я пришел числе нет нет смотрите какой заходите заходите здесь пока не так жарко но здесь так приятно светильнички сделаны из гималайской соли они помимо всего прочего играют еще терапевтическую роль она очень быстро греется дух приятного и пану это можжевельник когда сауна разогревается можжевельник отдает свой аромат и здесь фитонцидами наполнен воздух здесь дышишь как будто делаешь ингаляцию вот такая небольшая компактная собственно печь для сауны и сколько бы гостей к нам не приезжала как бы мы не собирались нам на самом деле вот этого пространства вот так более чем делали здесь кстати еще и она вообще финская то что электрическая сауна но мы делали эксперименты и делали русскую то есть мы протапливали промывали нагоняли пара у нее поднят пол и поэтому вода туда стекает технологически очень удобно для разборку поэтому баней сауне я ставлю твердую пятерку я не раз здесь был уши заворачиваются поэтому все здесь хорошо единственно может быть наверное я бы посоветовал всем видите здесь темнеет потолок когда пар отбивается все-таки сделать здесь такую защиту виде медного щита такого экрана чтобы дерево не она так со временем будет темнее и темнее становится но хозяин и об этом говорил он обязательно это сделает тут лучше это делать небольшой делается экран из меди и удар пара уходит в сторону они бьют потолок ну естественно фенечка моей компании это фермы мы везде их делаем во первых это сложно во вторых это красиво черк да да и очень узнаваемые да и вот вы знаете почему вот этот материал применен на стен это каменный шпон это листовой сланец да он уникальный настя подобрала идеальный вот он вот вот этот цвет дает эффект полный эффект полного листа нам предстоит еще установить на него светильники вон там есть электрические разъемы мы еще не успели мы не так давно осваиваем в это помещение этот камень будет еще очень красиво подсвечен вверх и вниз он фактурным источником турне но идеально подобрали слэбы потому что обычно этот материал когда начинаешь стыковать он становится видно что он сделан из кусков здесь полное ощущение что это цельный материал здесь сделано приточно-вытяжная вентиляция причем очень хорошо работающая то есть вниз когда мы спустимся вы посмотрите что это такая за установка стоит здесь всегда свежий воздух а бассейн бассейн переливной ну все знают что такое то есть внизу есть переверная емкость здесь очень правильная вода потому что температура воды то есть ты выходишь из бани здесь не горячая не холодная она где-то градусов 26 освежающие давай настя попросим тебя расскажешь нам почему так почему шторы вот эту историю душесчипательную прошторы у нас был дискуссионный момент по поводу того что все-таки это фактор может быть не самый классический но однако здесь подразумевалось панорамное стекление собственно она и есть даже безрамная и мы обсуждали как нам быть по поводу этих наших стеклянных стен ведь там с другой стороны участка есть соседи которые если вечером купаешься здесь включен свет у них просто видно на нас бродящих здесь в купальниках то не очень приятно потом на улице иногда бывает не очень приятная погода на которую не хочется смотреть и так постепенно мы пришли к идее чтобы все-таки сделать здесь шторы часть людей меня ругала за это говорили что ты убрала простор пространство но по большей части все-таки всем всем людям очень нравится мы ушли от идеи какого-то общественного бассейна как в отелях это бывает к идее все-таки очень чего-то домашнего и уютного в конце концов никто же нам не мешает вот так вот на распашку раскрывать все это и оставлять вот такую панораму только по колоннам тогда сдвигаются шторы а здесь повсюду остается красивая панорама сейчас солнечный день и на улице красиво но представьте как это эпично когда мы здесь в тепле плаваем а на улице вот такие сугробы это здорово это вот идея построения всесезонного бассейна абсолютно себя оправдывает именно за счет того что большую часть у нас года все-таки плохая погода зимой очень красиво очень эффектно здесь плавать раскрываем шторы и вот вам панорама что касается чаши бассейна у них есть огромное количество разновидностей мы получали совершенно разные предложения по этому поводу для нас был стратегически важно чтобы детям было комфортно им пользоваться чтобы был плавный вход в воду но главный вход в воду если он перпендикулярен самой чаше бассейна то он занимает очень много места мы сэкономили это место за счет решения сделать ступеньки угловыми это дает детям возможность спокойно зайти далее идет небольшая глубина такой лягушатник где дети совершенно разного возраста могут безопасно плескаться и начиная от глубины порядка полутора метров мы уходим туда дальше где глубина максимальная достигает двух с половиной метров два с половиной метра это что это взрослый мужчина бомбочкой может с борта туда прыгнуть и не удариться и не расплескать все это на на все пространство общая длина бассейна 8 метров впоследствии там внутри в конце бассейна у нас подготовлена чаша в которую мы поставим отдельно джакузи почему принято решение делать джакузи отдельно потому что в бассейне должна быть одна температура а в джакузи все таки должно быть по горячее некоторые любят по горячее 8 метров я думаю это оптимально то есть меньше нельзя больше наверно не нужно я думаю оптимально то есть так как это не спортивное сооружение все-таки это бассейн при бане пресс по комплексе где дети не знаю я тут туда-сюда поплавал и устаешь если хочется совсем нагрузочку можно включить противоток вы знаете многие говорят надо 15 надо 20 метров я думаю что это ни к чему это стоит гораздо дороже получаете тот же эффект здесь во первых здесь никогда не плавает 30 человек на максимум 3-4 никогда дети правда вы не тут все тут кишит все в воде но больше не нужно самодостаточно я думаю 8 это тот минимум который вы 7 уже мало честно 8 до 100 помещение для бассейна есть несколько входов один находится напротив сауны мы с вами в этом тамбуре уже были собственно через главное помещение и если мы вот так вот сюда пройдем то здесь у нас не просто окна и панорамное остекление здесь у нас вот такая распашная дверь рамы алюминиевая здесь тяжелая потому что иначе она не выдержит такой объемный вес стекла отсюда можно выйти сразу на террасу сюда во двор вот теперь пожалуй один из самых главных вопросов бассейн это вещь недешевая и каждый раз перед перед чем строить бассейн я говорю об этом заказчиком задаем вопрос вам это надо или не каждый раз приезжая и снимая бассейн который мы строим мы просим рассказать об этом заказчика нас вот честно семья потратила деньги ты считаешь это правильный вот правду матку правду скажи людям если говорить совсем уж матку правду то вы бы знали как долго мы договаривались с моим супругом о строительстве этого бассейна ну что он уже задавался вопросом а будем ли мы пользоваться я должна сказать что детей отсюда не вытащишь особенно когда на улице плохая погода гулять идти противно а бассейн это такое место где у человека формируется здоровье плавать это ужасно полезно все это знают и здесь весело проводите время к моим старшим детям приходят подруги и подолгу иногда до глубокой ночи плавают здесь я могу здесь спокойно запускать детей помладших моей младшей дочери тоже приходят подруги они тоже здесь помогу во много времени проводят ко мне приезжают мои родители у меня мама очень любит плавать мы пользуемся бассейном постоянно если кто-то у нас простудился мы идем прогреваться в сауну кстати говоря это же касается к слову поскольку еще вспомнила это же касается и камина камин тоже такая вещь про которую люди спорят пользоваться ставить или не ставите тоже не самое дешевое я вам могу сказать мы разжигаем камин даже летом кроме того должна сказать что под чашей этого бассейна находится его технические части место где обслуживается вся инженерная составляющая вот этого устройства и не знаю мы сходим может быть тоже покажем потому что я как женщина практичная использую зону которая под бассейном во всяких своих женских целях я вам готова показать ну поделюсь немножко опытом о том многие задают вопросы какая размера сауны самодостаточная высота потолков и какая печь но есть дровяные есть электрические и те и другие имеют место быть ну поделюсь мнением и опытом эксплуатации этой печи то есть как это все происходит во первых все зависит от того вы любите сухую сауну или мокрую то есть русскую печь или финскую сауну длина полок определяется очень просто минимальная когда человек вытягивает руки вверх он должен лечь на полку и при этом не руки не ноги не должны свисать то есть он должен лечь и может касаться до стен кончиками рук и кончиками это тот минимальный размер к этому должен быть когда парит человек то есть даже мы детские полки то есть они всегда вот востребован эти детские полки зависимости от роста если например парить например на более низкой полки будет неудобно человеку который парит вас высокая полка вот этот размер где-то порядка метр двадцать этот от земли он оптимален то есть к нему можно подойти здесь поставить для веников ведро и проводить парень что касаемо печи лично мое мнение я за дровяную печь но и за печь которая облицована только магнезитом или только хлоридом это такой серый камень он есть финляндии или есть в карелии его преимущество что он набирает температуру и сильно аккумулирует его для русской на печи ну что ко мне это для пара а для того чтобы аккумулировать температуру это этот камень здесь семья любит сухой пар то есть мокрый пар не любит вообще для этого наверное электрическая печь проще потому что не нужно заморачиваться с дровами подкидывать она нагревается достаточно быстро поддерживается температура там автоматикой поддерживать пределах 90-90 градусов и как сауна ее более чем достаточно все зависит от того что если например вы ставите себе какой-то есть бани где не на полках парятся стоит посередине специальная лежанка где можно войти по кругу где кладется уже под лицо лед это же более профессиональные сауны которые нужны людям которые фанаты это приглашают специально обученных людей и они парят эта процедура уже достаточно такая сложная длинная кухня сердце любого дома у нас на этой кухне есть и плита и вытяжка здесь у меня нет духовки я изначально предполагала что пользоваться духовкой я здесь не буду так она и вышла но здесь есть микроволновая печь здесь есть вытяжка с плитой здесь есть раковина с бом крашером который перерабатывает отходы это очень удобно и здесь есть посудомоечная машинка я ее мы пользуемся здесь постоянно и конечно холодильник какие-то напитки как какие-то фрукты мы держим здесь здесь у нас находится также стол он керамический минималистичного дизайна он раскладывается до количества 12 персон стулья есть у нас такие есть еще и синие иногда по настроению я чередую серые стулья с синими тоже очень красиво посуда вся также хранится здесь на кухне я из дома ничего не ношу здесь дополнительный есть свой комплект что также очень удобно с этого стола удобно смотреть телевизор удобно здесь петь караоке и и я прошу вас обратить внимание на эти замечательные часы которые мне на новоселье подарил александру валентинович ну и также конечно некоторые уютики вот например замечательный ковер от компании ковер ру с которыми всегда очень приятно работать быстро эффективно приятные очень люди вот такая у нас получилась кухня камином тоже пользуемся всегда как я уже говорила кстати одну вещь одну вещь хочу сказать я вспомнил да про планировочное решение здесь мы вначале думали сделать тамбур нужны тамбур или нет то есть хотели отделить зону входа потом хотели отделить гардеробную доводить внимание здесь нет тамбура здесь по сути дела гардеробную на кухне находится и за все это время ни разу по мне пожалели что ему то никогда не если бы это было узко все то было бы наверно не очень удобно поэтому в принципе я думаю что вот эти вот идеи что обязательно нужно тамбур иначе холодно да ничего здесь не бывает холодным и зимой и летом всегда хорошо поэтому вот общая компоновка вот она так видите зигзагами таким выходным ходом вот это мне кажется вдало этот шарм и когда вы видите общий потолок вот эти балки которые здесь висят каждый раз захожу смотрю и вот этот строительный хаосом на нельзя назвать музыка конструктивную музыку обратите внимание сколько света и сколько окон что-то я уже говорил в начале до окна вставлены в столбы есть нет рам мы впервые применили эту технологию но пока наблюдаем посмотрим как дальше еще в принципе она мало эксплуатируется пока проблем каких-то нет но это гораздо расширяет пространство делает его более светлым и выглядит прикольно то есть мы видим все конструктив среди стекол я думаю что это имеет место быть лестница очень удобная у нее достаточно ширина ступеньки для того чтобы комфортно ходить она сделана металлическом каркасе что тоже позволило просто подвесить вокруг то есть не надо было делать таких жестких конструкций у нас еще не закрыты здесь технические инженерные хорошо зеркала повесить здорово на что прикольно посмотрим здесь будет тоже небольшая но не то чтобы кухня но здесь будет барная зона на ней будут полки красивые будет барная стойка стоять там также будет раковина ну что вы готовы мы открываем бильярд тут вы знаете я не играю на бильярде но хозяина играет очень хорошо и соседи в том числе поэтому мне приятно всегда посмотреть за их игрой но если это будет смотреть зоны бара будут гораздо приятнее поэтому мы ждем не дождемся когда это все будет окончено на место приведет место такой силы эти небольшой потолок он не давит хороший свет там такое приятный будет приятная музыка здесь всегда уютно скоро мы доделаем это и будет вообще замечательно и как говорится в таких случаях пишите в комментариях если хотите посмотреть как она получится в конце да и покажи твою комнату секретную она холодная там нет отопления и там можно хранить всякие вкусности у меня есть маленький секретик мое хобби я очень люблю заниматься консервацией каждый год я закрываю большое количество банок со всякими соленьями эта комната тоже еще не совсем доделана вы снимите пожалуйста ее правую часть где стоит на красота это все 24 года вот у меня подписано все что я закрывала этой осенью осенний день год кормит вот такое замечательное практическое помещение у меня неожиданно образовалась благодаря тому что у меня есть бассейн ну смотрите у каждого дома есть сердце этого дома есть автоматика коммуникации которые делают эксплуатацию этого бассейна беспроблемным здесь поставлена очень хорошая система автоматики стоит станции которые автоматически поддерживают все химический состав воды стоит правильная система вентиляции я думаю что вот от этого зависит как будет эксплуатироваться дом правильно или нет пойдемте посмотрим что здесь представьте себе как много всего загородном хозяйстве у людей бывает куда они не знают что деть вот рыболовные например всякие снасти моего мужа да вот какие-то самокаты и коляски здесь стоят там велосипеды я теперь как мужчина немножко добавлю так поподробнее то что многие как вообще работает бассейн переливной еще важно вот этот ящик это приточная вентиляция эти там стоят конвектора сверху и через конвектора на окна подается приточный воздух предварительно подогреты здесь стоит система обогрева вот есть специальная система подачи теплоносителя в зимнее время надо нужно подогревать вентиляция вытяжка я пройдем дальше это наш покажу это фильтр он и глушитель чтобы не было слышно не было видно регулируется при помощи задвижек это самое простое то есть там стоит конвектора которые подаются воздух через конвектор он в зимнее время улучшает работу самого конвектора то что где дополнительно обдув там уже перекрывать задвижки он будет работать зимний лет и уже вот к чему я говорил что значит хозяин этого дома строить настя говорит что вроде как они очень красивые места для меня как для мужчины это одно из самых красивых не смотреть штукатурочка все чистенько все гладенько вот это говорит о культуре производства о том кто это делал потому что это делал сам хозяин этого дома ему просто дам очень стараюсь чтобы снимаешь обычно заходишь такие помещения всегда так серенькая зачем все равно техническая вещь вот идет забор воздуха установку и раздается по всему идемте покажу как идет вытяжка то есть небольшие технические нюансы это выход воды для перелива трубы переливная емкость вся вода собирается в этой емкости эти бурлит и отсюда уже через систему очистки подается обратно вся автоматика находится здесь здесь видно какой ph количество хлора автоматически регулируется и вот через эти емкости добавляются в том количестве которому вот это вытяжка ведь система также ставят фильтры они глушители вот стоит сама вентиляционная установка которая забирает воздух из помещения и выдает его на улицу мы также сделана вытяжка здесь внутри если вот вы не увидите но я могу сказать что здесь не душно вообще подвале всегда душновато но именно здесь так как это жилая зона подвала здесь всегда свежий воздух если и приток и вытяжка а вот здесь вот я еще расскажу о конструктиве потолка это наша технология тоже мы делаем такую конструкцию и потолок набирается без применения гвоздей мне кажется ну мы везде применяем и на этом объекте тоже то есть весь потолок который увидели это наборная вагонка без применения каких-либо крепежных элементов потому что со временем отеля рассыхается или набухает она должна иметь какую-то зону движение когда она останавливается мы просто крепим и с ней не происходит уже ничего ну вот такой небольшой обзор такого небольшого на самодостаточного объекта вы знаете я задавал себе неоднократно вопрос то что все делают там 400 500 квадратов зачем не знаю вот чтобы семья отдохнула и приняла нас в качестве гостей этого более чем достаточно поэтому я бесконечно благодарен им за доверие которые они нам оказали чтобы мы помогли им построить это здание и каждый раз нас приглашают в гости построить бы плохо нас бы никто не звал спасибо вам ребят а мы в свою очередь очень благодарны нашим дорогим соседям нашими друзьям за то что они обладая таким большим опытом строительстве таких зданий не дали нам совершить никаких ошибок во всем помогали и приходит к нам в гости в гости в гости